1 1 1 2 1 1 1 хорошо добрый день дорогие друзья с вами дмитрий черепощук рассмотрим интересные идеи на начало марта начало весны наконец-то дождались да так дорогие друзья смотрите что интересно вчера интересная новость вышла да по опек я думаю все заметили да как рванула нефть есть идем еще выше это всего лишь была коррекция сейчас закрепляемся выше 67 долларов за баррель естественно что мы торгуем по тех анализу теперь только смотрим вверх если мы закрываемся выше этой свечой также выше 67 понедельника может быть хорошее движение у нас открыто вплоть до 70 долларов 71 доллара если смотреть на данный график я смотрел на недельном вот пока у нас вышли мы из этого сопротивления до которая нас скорректировала 56 долларов на 63 дату из 3 доллара был откат смотрите сейчас нефть интересно будет на покупке но впереди длинные выходные поэтому смотрите если вы сегодня доберете позицию то в любом случае закрывайте не непонятно что сейчас в этом изменчивом мире да будет происходить за эти выходные поэтому я бы рассматривал уже выше текущего хая до сегодня 67 74 можно открыть лонг да с короткими какими-то целями да то есть атр у нас 2 доллара то есть примерно там стоп лосс ваш будет в районе там 20 центов да может быть 15 у кого поменьше вот забирайте свои тейки да там три четыре к одному не жадничайте выходите лучше из позиции сокращайте риски чтобы вы могли насладиться этими выходными спокойствие да они душевной тревоги что будет за открытие в понедельник так вы вернее во вторник понедельник у нас выходной до женский день золото как мы отмечали ранее на прошлой неделе до скорректировалась очень хорошо пробили уровень ходили ниже скажу честно ребята вчера тоже брал вот красивый уровень был все вы не поверите брал именно на этой свече на это меня высаживать здесь уже просто не было не то что сил не было желание перезаходить потому что ударили четко в стоп да как вы все понимаете то есть я тоже живой человек тоже переживаю те же эмоции что и вы до красивый уровень все замечательно выждал то есть весь день сейчас рынок тем более открывается в московской бирже в 7 утра да то есть вы ждал и а раз от ретестили этот уровень 2 1 3 раз зашел выбросили потом уже на вечерке честно вот здесь смотрел но я уже не поверил да но тем не менее видите уровень отработал все поднявки все красиво отработал на сходил с 19 там дал заработать очень хорошо мы можно было бы закрыть и 1 к 8 1 9 но к сожалению меня попросили до из этой сделки выбросили и потом уже пошли что интересного сейчас по золоту дальше на снижение видите уровне у нас на днефте ближайших не видно да потому что это фьючерсный контракт кто торгует форекс конечно ребята у вас есть вся история да у меня ее нет потому что торгую на московской бирже смотрите я буду смотреть на продолжение где-то на пробитие текущих лоев да это прошлый день лой вот 1690 я думаю оттуда буду присматриваться опять может быть уже в пятницу мне даст золотишко наконец-то заработать посмотрим посмотрим как пока стоим выше да пока никакого закрепления скорее всего под америку до под открытие после трех часов после обеда можем увидеть до пробой этого уровня и поход потому что нас сейчас на дневном графике ничего не держит от похода еще ниже поэтому золото рассматриваем дальше до по тренду вниз серебро на прошлой неделе мы с вами разговаривали о том что серебро закрывалась выше да но ему будет очень тяжело идти в плане того что коррелирует золотом до золото пошло очень хорошо стояла серебро но золото потянуло его вниз да поэтому честно скажу также был тут наказан я говорил что вот выше мы вышли закрепились золото в моменте стояла принципе неплохо на какой-то отскок я думал она упадет поэтому заходил и точно так же как все кто здесь заходил до попал в ложный пробой то есть меня вынесли по стопу больше не заходил в обратную сторону я не смотрел инструменты я смотрел только налог да потому что ты сильнее рынка до данном случае сильнее золото поэтому тоже здесь заходил до по стопу технический стоп сработал ничего страшного в итоге я эту неделю все равно закрыл маленький плюс до вытянул другими сделками но тем не менее все равно стоп лосс получил то есть то что я говорю то я сам и думаю и так же и торгую не просто рекомендации также и торгую смотрите еще очень интересно вчера повел себя доллар рубль да он сейчас диапазоне пока не интересно да сегодня там может быть завтра но ребят посмотрите какой красивенный канал просто кто торгует по технике я думаю у того какая-то сейчас эстетическое удовольствие до получать четко видно что набираем позицию 75 тысяч 73 500 до вот ходим просто собираем всех выносим туда палка вниз палка до набираем позицию выход может быть очень хороший да если взять крупно да на дневном таймфрейме видите набор позиции идет не только если на часовике видно да красивый канал 75 73 500 то здесь на дневке видно что этот канал на самом деле намного больше что он 76 600 где-то и вот нижняя граница экстремальная . на 73 500 поэтому выход из этого канала нам как мелким до спекулянтам кто конечно торгует там внутри дня до или swing трейдер нам нужно посмотреть как будет выше выход 75 можно заходить уже при пробое да то есть выше этой цены и посмотреть как будет развиваться будет идти хорошо до стремительно естественно часть лучше сброси до до этого уровня 76 600 но ребят если мы будем пробивать 76 600 это будет означать что все-таки это был набор лонговой позиции да и будет четкое закрепление не просто как вы видите мы просто колем да так сказать этот уровень один укол второй четко в уровень опять четко в уровне не даем закрыться даже не даем закрыться выше этого уровня вот когда мы четко закрепимся да когда у нас будет сигнал вот на выход из боковика если взять вот здесь провести до по истории посмотреть вот был какой-то уровень вот мы вышли закрыли нас опять ниже ударили в этот уровень опять вышли опять нас залили опять вышли и вот здесь уже видно было что вот четко уже начинает удерживать то есть уже канал нас не пускает обратно и последовало движение точно так же может быть и здесь поэтому смотрите четкое закрепление в долгосрочной перспективе конечно это будет скорее всего даже не на следующей неделе а выше 76 400 500 там где-то зона да вот но как ближайшие цели до которые рассмотрим мы на текущий на текущий момент это конечно пробитие 75 500 еще раз напомню это пара доллар рубль да вот присмотритесь очень хорошо может сходить ближайшее время то есть на следующей неделе евро доллар евро доллар тоже ребят смотрите рассматривали с вами выше да очень красиво все смотрелось до удерживали мы еще насколько я помню мы рассматривали с вами если честно начать учу мы рассматривали вот эту зону да я говорил что вы видите очень хорошо удерживали мы этого не видели до удерживали удерживали слили обратно выкупает на за этот уровень дальше мы истории не видели я говорю что сильный покупатель до сильный покупатель удерживает эту зону, поэтому нужно смотреть, нужно смотреть, и опять же протестировали, опять ложные пробои, видите, идем выше, и вот здесь, вот здесь, я уже брал лонг, то есть выше 1.21.200, я брал лонг, да, потому что мы закрывались выше, да, свеча пробила, честно скажу, цели стояли намного выше, намного выше, поэтому здесь даже сыграл момент жадности, то есть я закрыл, как по своей стратегии, да, я закрываю 1 к 3, но в основном я закрываю большую часть, да, или хотя бы половину, потому что не всегда инструмент дает много заработать, я забираю чуть-чуть, но я забираю, вот, а здесь сыграла жадность, и думаю, ну, если такой сильный покупатель, да, так хорошо удержал, и красиво какие бары, да, у кого свечи, я думаю, тоже не менее симпатичная картина была, закрывалась выше, и я закрыл 1 к 3, буквально там 20% от позиции, инструмент откатился, и в итоге я заработал там плюс, конечно, но небольшой, то есть я рассчитывал на более длительное движение, да, поэтому здесь сыграла чуть-чуть жадность моя, то есть это меня и погубило, если бы я закрыл хотя бы 50% от объема позиции, я бы заработал намного больше, а так сыграла жадность, да, я закрыл там около 20-30%, думал посидеть, да, потому что хорошо рисовала, все замечательно, я видел этого покупателя, да, как бы это не просто навеяно мне, это я действительно анализировал вместе с вами еще в прошлую пятницу, то есть я был готов к этому движению, но, к сожалению, рынок диктует свои правила, мы можем только подстраиваться, и я закрыл здесь маленький плюс, потом меня вынесло по безубытку, да, я чуть выше цены входа поставил свою стоп-заявку, и меня вынесло по безубытку. То есть сейчас скорректировались, смотрите, очень интересно тоже этот будет момент, я бы мог сказать, да, что будет уже шорт, все, пробили этот канал, но посмотрите, мы пробили этот канал и нет импульса, обычно если мы пробиваем, да, вот был канал, мы не видим, да, этих свеч, был четкий канал, мы пробиваем и сразу импульс, сразу полетели, здесь нет импульса, видите, мы пробили и не идем, то есть нас немножко придерживает, да, если будет четкое закрепление, да, эта свеча закроется, да, и последующий, там, во вторник день, тогда можно рассчитывать, что мы канал пробили, да, закрепляемся и рассматривать инструмент ниже, но сейчас обратите внимание, во-первых, какой объем огромный вышел, то есть среднестатистический у нас объем порядка 150 тысяч контрактов, сейчас вышло 300, вот вчера мы ударили в этот уровень, 300 тысяч контрактов, сейчас пробили этот уровень, стоим ниже, не говорю вам продавать, потому что не нужно спешить, да, это рынок, все может поменяться, тем более перед длинными выходными, трейдеры, инвесторы, все будут фиксировать прибыль, да, кто шортил с этих каналов, с этого уровня, да, будут фиксировать позиции и может закрепление произойти выше, да, никто не готов брать, тем более шортовые позиции, тем более по евро-доллар, да, когда это форекс, да, который еще будет торговаться много времени, да, после закрытия московской биржи, вот, поэтому смотрите за этим уровнем, но опять же, только после закрепления можно рассмотреть на шорт, пока не спешите, могут вернуть обратно, и тогда уже нужно будет смотреть, то есть, если будут удерживать, можно короткие лонговые позиции открывать, да, до уровня, там, 1.2097, это все, что я хотел сказать, да, чем я хотел поделиться, если нас смотрят девушки, женщины, поздравляю вас с наступающим 8 марта, желаю, чтобы вы радовали нас и своих мужчин, да, своим, своим, своими сделками, во-первых, да, если это женщины-трейдеры, вот, своим сделками и вообще своим присутствием, вот, от всех мужчин хочу вас поздравить, да, сказать, что мы вас любим, уважаем, всего вам хорошего и хороших выходных, счастливо!